В эфире телеканала ЛРТ программа «Итоги» в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте! Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Капитальный ремонт домов в Люберцах выполнен на 40%. Владимир Ружицкий проверил качество работ. Наслаждение для глаз. Люберецкие клумбы начали украшать цветами. О первых посадках расскажем. И стар, и млад. Люберчане сдавали нормативы на весеннем фестивале ГТО. Кто удивил результатами? Не просто гости, а коллеги. Юные журналисты студии «Планета ТВ» побывали на ЛРТ, чтобы снять программу о телевидении. Внимание! Гадюки оживились в Подмосковье. О мерах предосторожности напомним. Теперь об этом и не только более подробно. Международный день музеев отмечали в мире. 18 мая мы не смогли остаться в стороне от этого события и наведались в один из самых значимых музеев Люберецкого округа. Краеведческий. В его стенах хранится богатая коллекция уникальных экспонатов. Мария Кузьмичева своими глазами увидела, ради чего стоит там побывать. И не только в день музеев. Люберецкий краеведческий музей – кладезь истории и культуры. Здесь собрано порядка 33 тысяч экспонатов, а также личные вещи таких известных людей, как Гагарин, Есенин, Орджоникидзе. А также, посмотрите, есть самовар, из которого пил сам Ленин. Полторы тысячи квадратов, три этажа, каждый из которых имеет свою тематику. Так, первый этаж – это быт людей разных сословий и времен. Второй этаж – тема космоса и Великой Отечественной войны. А на третьем этаже выставляются фотографии, графика и предметы декоративно-прикладного искусства. Кроме того, музей имеет уникальную картинную галерею, которая содержит более 7 тысяч картин. Даже московские музеи завидуют нам, конечно, чёрной завистью о том, какие экспонаты у нас содержатся. Относящиеся к различным эпохам, с учётом того, что у нас величайшие люди жили в этом районе, приезжали и бывали. Карина Галецкая не первый раз в этом музее. Два года назад она с дочерью приходила на экскурсию. Спустя некоторое время Карина решила поговорить с классным руководителем о совместном походе всем классом. И вот они здесь. Дети живут в Люберецком районе, они должны знать, где они живут, с чего была вообще история, с чего всё начиналось. А чтобы поддержать интерес к познанию всего нового, сотрудники ежемесячно устраивают тематические мастер-классы и персональные выставки люберецких художников. Мария Кузьмичева, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. К своей работе сотрудники Люберецкого краеведческого музея подходят с большим вдохновением и придумывают для детей познавательные творческие мастер-классы. В этот раз ребятам предложили пофантазировать на тему русского быта. Приобщилась к рисованию. И наш корреспондент Мария Кузьмичева, что из этого вышло, сейчас узнаем. Грибочек у нас обязательно, шляпка красная, с белыми точками, да, и зелёная травка. За уроком рисования наша съёмочная группа застала маленьких художников. Сотрудники постарались на славу. Вот уже который раз они организовывают для детей всевозможные развивающие мастер-классы. Тема этого урока – русский быт. Мы для детей выбрали то, что для них понятно. Первые лекарства, первые врачи, как лечили в древности. Тем более, все знают грибы, все ходят в лес, все смотрят. И этот акцент идёт на то, что мы должны беречь природу. А чтобы беречь и ценить природу, нужно быть информированным. Именно на просвещение и направлены подобные развивающие занятия. Как признаются организаторы, ребята моментально усваивают полученные знания и проявляют необыкновенный творческий порыв. Конечно, такой яркой гуашью захочет порисовать и любой взрослый. На первый взгляд кажется, что это очень лёгкая работа. Но на самом деле здесь не только нужно чётко прорисовать все элементы, но и проявить фантазию. А воображение ребятам не занимать. По результатам их работ сложно поверить, что это их первый подобный мастер-класс. Я мухомор в первый раз рисую, и мне очень нравится. Мне очень нравится раскрашивать, потому что я люблю рисовать. Очень сложно был второй, маленький самый мухомор. Его было сложно покрасить. По окончании занятий ребятам дарят на память их работы. В июне тема интерактивных мастер-классов станет День защиты детей. Юные художники будут рисовать морские и цветочные картины. Мария Кузьмичева, Пётр Подомаренко, телеканал ЛРД. В администрации округа прошла торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации мигрантами. Новоиспечённых россиян поздравила глава округа Владимир Ружицкий. Произнесение присяги – важнейшая часть процедуры принятия гражданства Российской Федерации. В этой связи с 1 сентября 2017 года действуют изменения в законе о гражданстве Российской Федерации. Что лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации, обязано принести присягу гражданина Российской Федерации. Отказ заявителя от принесения присяги является основанием для принятия решения об отмене решения о приобретении гражданства Российской Федерации. Для многих мигрантов обретение российского гражданства – цель, которой они идут годами. Поэтому сдержать слёзы в такой торжественный день удается едва. Исполнять обязанности гражданин Российской Федерации на благо государства и общества. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции. Спасибо. Поздравил новых граждан России глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Я обращусь сегодня на так. Граждане Российской Федерации. Вы ждали этого мгновения, наверное, минимум лет пять. А кто-то и больше. Поэтому я вас искренне поздравляю с этим событием. Армянка Инга Мелекситян родила в России двоих детей. Её муж уже является гражданином Российской Федерации. И я приняла гражданство Российской Федерации, потому что я думаю, что Россия – великая страна и здесь можно добиться всего хорошего. Поздравление новоиспечённые россияне получили и от начальника Люберецкой полиции Евгения Романцева. Я хочу пожелать вам, вашим детям, вашим семьям мирного неба над головой, здоровья, удачи. В 2017 году гражданами России стали более 250 тысяч человек. Больше всего мигрантов прибывают из стран, ранее входивших в СССР. Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Грузии. Александра Томей, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городе продолжается ремонт многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта. В этом году генеральный подрядчик в округе Люберецкий жилищный трест. Владимир Ружицкий оценил качество работ в доме по Октябрьскому проспекту. В Люберецком округе выполнено уже 40% запланированных на этот год работ по программе капитального ремонта. Главная особенность текущего периода – все мероприятия проводятся силами одного Люберецкого генерального подрядчика. Первый год мы замучились от тех людей, от тех «профессионалов», как они выполняли работу на нашем жилом фонде. Никто лучше нас не сделает. Вот уже сам техник этого же дома, он же работает, ему для себя легче. И фасады, и начальнику жил. Как проходит капитальный ремонт дома номер 209 по Октябрьскому проспекту, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Я оцениваю, что работы выполняются качественно, достаточно в срок. На просторах Московской области, по сути, мы единственная территория, единственный городской округ, район, по сути, где мы своими силами, у нас свой генеральный подрядчик, где мы сами ремонтируем. Кстати, сами рабочие – люберчане, сертифицированные специалисты. Изначально я как простой разнорабочий работал, потом в дальнейшем я получил паспорт альпиниста, проходил кучу экзаменов. В принципе, я стремлюсь к тому, чтобы стать мастером. На ремонт многоквартирных домов в округе выделено порядка 320 миллионов рублей из фонда капитального ремонта Московской области. Из них около 110 миллионов пойдут на замену лифтов. В планах сегодня заменить порядка 55 лифтов на территории городского округа. Поэтому всё в таком режиме планово, но мы опираемся всегда на мнение и обращение жителей. В 2018-2019 годах в Люберецком округе планируется провести капитальный ремонт 113 многоквартирных домов. Работы проведут на кровле и фасадах, заменят лифты, внутридомовые инженерные системы и системы электроснабжения. Александра Томей, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Итоги работы за 2017 год озвучил на заседании Совета депутатов глава округа Владимир Ружицкий. Строительство детских садов, вопросы ремонта и благоустройства, результаты по этим направлениям глава особо отметил в своем докладе. Кроме того, поставлены задачи и на 2018-й. Мария Кузьмичева следила за ходом обсуждений. Главным вопросом на повестке дня стал отчет о проделанной работе главы городского округа Владимира Ружицкого. В своем выступлении он подчеркнул, что в 2017 году были построены детские сады на 1100 мест и благоустроены порядка 70 дворов. Также в Люберцах отремонтировали 125 многоквартирных домов, 1300 подъездов, 25 дорог, 68 учреждений образования и 6 объектов здравоохранения. Могу только вам напомнить, что объем консолидированного бюджета у нас вырос на 17%. Средняя заработная плата у нас по городскому округу выросла на 16% и составила 58 тысяч рублей. В том числе выполнены все плановые показатели по росту заработной платы бюджетников. Владимир Ружицкий добавил, что на 2018-й год поставлена задача отремонтировать 38 дорог, продолжить капитальный ремонт домов, а также обустроить не менее 4000 парковочных мест. Все депутаты единогласно утвердили отчет главы о проделанной в 2017 году работе. Также на заседании обсудили вопросы, связанные с использованием бюджета округа и поселка, входящих в его состав. Кредиторская задолженность по состоянию на конец 2017 года у бюджета отсутствует, ценные бумаги не упускались, кредиты не привлекались, гарантийные обязательства не выдавались. И таким образом любые долговые обязательства у района на 1 января 2018 года отсутствуют. Кроме того, на заседании Совета депутатов обсудили порядок установки ограждений на территории округа. Также Александр Маркин доложил и о мерах наказания за размещение временных нестационарных объектов на территории городского округа Люберца. Он отметил, что кроме штрафов, виновный в несанкционированной вырубке должен будет посадить такое же дерево. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И продолжая тему благоустройства, в Люберцах приступили к посадке летней рассады. Всего в округе планируют украсить клумбы общей площадью 4790 квадратных метров. Первые цветы уже можно увидеть у часовни на Октябрьском проспекте. Ближе к прекрасному отправилась наша съемочная группа. Более 350 тысяч цветов, выращиваемых в Подмосковье, украсит в этом году клумбы и кашпо. Радовать глаз будут такие декоративные растения, как виола, петуния, бальзамин и многие другие. Садовники оформят порядка 500 декоративных элементов. 80 из них разместятся в поселках городского округа. Стоит задача и прополкой заниматься, и есть группы, которые за это отвечают. Нужно и полив организовать, и мы тоже к этому эти все вопросы решили. Есть у нас и предприятия, которые занимаются благоустройством. У нас есть подрядчики, постоянно на контакте, вопросы на контроле. Глава округа уточнил, что при выборе цветов и мест для их посадки учитывались пожелания жителей. Завершить работу под декоративным украшением планируется в течение двух недель. Почти тысячи люберчан зарегистрировали свои проекты в оргкомитете премии «Наша Подмосковья». Тем, кто еще планирует подать заявку, желательно поторопиться. Прием проектов на рассмотрение скоро завершится. О том, как успеть в нашем сюжете. Чуть более двух недель остается до окончания приема заявок на ежегодную губернаторскую премию «Наша Подмосковья». С 26 марта жители Московской области подали почти 7 тысяч проектов. Из них около тысячи принадлежат люберчанам. С 13 июня по 20 июля пройдет второй этап конкурсного отбора – обязательная презентация проектов во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Успеть подать заявку можно до 31 мая на официальном сайте премии самостоятельно или с помощью кураторов в консультационных пунктах. Цель премии – поддержка и поощрение социальной и гражданской активности жителей Московской области. Александра Томи, телеканал ЛРТ По сложившейся традиции мы готовим материал о самых значимых конкурсных проектах. На этот раз героем сюжета стала фотограф Юлия Карева. В свободное время она создает патриотические и социальные ролики. Что ее вдохновляет, Юлия рассказала нашей съемочной группе. Солнце мое, взгляни на меня Этот пронзительный ролик снят накануне 73-й годовщины со дня Победы. В двухминутном видео отражена связь поколений. С одной стороны люди, совершившие героический подвиг, а с другой их наследники, которые с гордостью держат в руках портреты родственников. Автор патриотического ролика Юлия Карева таким образом выразила благодарность за мирное небо и в очередной раз подчеркнула важность проведения акции «Бессмертный полк». Идея моя, но есть ребята, активная молодежь нашего округа, которые поддержали ее полностью. И уже с ними вместе, конечно, в процессе съемки кто-то предлагал свои идеи. Каждому люберчанину есть о чем рассказать, есть кого вспомнить. По роду своей деятельности Юлия часто общается с молодежью и подрастающим поколением. Во время школьных фотосессий она находит единомышленников. Совместно с ними создаются социально значимые ролики. Вот, например, экологический флешмоб «Мы за чистые люберцы». Юные жители городского округа в шутливой форме призывают жителей не выбрасывать мусор в неположенных местах. Остановитесь и не швыряйте пакеты вы, вы не кидайте. Мы ездили в экологические рейды, мы на самом деле убирались. Но после нескольких рейдов мы поняли, что нужна нам все-таки реклама, так скажем, самих себя, своей деятельности. И был создан этот ролик. Многие его посмотрели, многие после него присоединились к нам и участвовали в этих рейдах. Так что мы думаем, все не напрасно. Нам не все равно. Так Юлия Карева назвала свой проект, который выдвинула нас оискание премии «Наше Подмосковье». Девушка надеется, что социальные видеоролики по достоинству оценят члены жюри. У молодого фотографа еще много творческих задумок и планов. И независимо от победы в конкурсе она продолжит заниматься любимым делом. Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Юные журналисты из творческой студии «Планета ТВ» побывали в гостях у телеканала ЛРТ. Ребята и их наставники прошлись с экскурсией по всем отделам канала, чтобы понять, как устроена телевизионная кухня, но не только. Их интересно много глубже. Юные журналисты готовят к выходу в эфир свою собственную программу. Как проходил этот творческий процесс, мы наблюдали. «Планета ТВ» посетила телеканал ЛРТ. В гостях у телеканала ЛРТ юные журналисты, подопечные телевизионного отделения творческой студии «Планета ТВ». Они приехали узнать, как устроена внутренняя кухня канала. Наша идея – это воспитать молодых и юных журналистов. Посмотрев, как устроен телеканал изнутри, ребята уже имеют представление, потому как, находясь просто за стенками своей студии, не всегда понятно, как и что работает. Ну что ж, ребят, вы находитесь, ну, как я считаю, в сердце телеканала. Шеф-редактор ЛРТ Анна Троян провела для ребят экскурсию по отделам телеканала. Сначала юные журналисты заглянули в редакцию, где увидели, как выглядят графики выездов съемочных групп и верстка новостного выпуска. Далее детям показали дикторскую комнату. Мне очень нравится эта комната в том, что тут нет вообще эха, и тут очень удобно работать. И главное, вот я хочу дать совет другим каналам, чтобы не делали вот эти штуки из пластмассы и из железа. Следующий пункт экскурсионного маршрута – монтажный отдел, где главный редактор телеканала Светлана Дембицкая устроила ребятам блиц-опрос на знание профессиональных нюансов. Вот скажите, например, информационный канал, может ли ведущая туда прийти, как на музыкальный канал вести себя? Кстати, и ведущие информационной программы ребята задали много вопросов. Некоторые из них были не по-детски практичными. Например, как подготовить свой речевой аппарат к эфиру? Конечно, очень много упражнений, и даже если есть опыт, немножко отдохнул, даже после какого-то отдыха, все равно нужно восстанавливаться, а желательно никогда не прекращать. После посещения аппаратное вещание, где дети увидели, как происходит выпуск новостей в прямом эфире, они познакомились с директором канала Екатериной Дегтяревой. Ребята организовали для нее настоящую пресс-конференцию. Отмечу, что телеканал ЛРТ открыт для детей и не в первый раз принимает гостей. Вот эта сфера деятельности, творческая с детства, она помогает человеку хорошо потом в жизни, в рамках коммуникации. Тем более, если детям это нравится с детства, и они непосредственно приходят на канал и видят все своими глазами, я думаю, что потом им легче будет адаптироваться в жизни, именно в сфере журналистики, если они выберут этот путь. Сами дети не скрывают восторга от того, что смогли прочувствовать рабочую телевизионную атмосферу. Когда смотришь это, сидя на диване, ты не представляешь, что столько людей задействовано в этом. А тут, оказывается, больше 10 человек работают над одним выпуском, и это круто. Сотрудников телеканала порадовало то, что ребята тоже пришли работать. Об экскурсии на ЛРТ они расскажут в собственной программе. Спасибо, ЛРТ! Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В эфире итоги недели, и мы продолжаем. По поручению председателя правительства России на государственные автомобильные номера установят электронные чипы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. Новшество должно помочь контролировать дорожную ситуацию, бороться с угонами и нарушителями правил дорожного движения. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил к ноябрю этого года подготовить предложение по внедрению в автомобильные номера микрочипов с технологией радиочастотной идентификации. Исполнителями инициативы должны стать МВД, Минкомсвязи, Минпромторг и Минфин России. Предполагается, что чипы в госномерах помогут выявлять угнанные машины и привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения, в том числе и нарушителей скоростного режима, который сейчас уходит от ответственности с помощью частично закрытого или загрязнённого госномера. Микрочипы будут считываться камерами фото- и видеофиксации. На данный момент механизм реализации установки электронных чипов только прорабатывается. После утверждения проекта правительством информация будет доведена до общественности. А сейчас о необычной акции ГИБДД под названием «Мой чай – моя безопасность». Она прошла во всех подразделениях Московской области. Не стал исключением и наш город. Чтобы скоротать время в очереди, посетителям предлагали поучаствовать в викторине, получить памятный подарок и попробовать разные сорта чая. Как это проходило, а главное, зачем угощали в ГИБДД этим бодрящим напитком, узнала Мария Антонова. Красный, жёлтый, зелёный – и это вовсе не про цвета светофора. Чаем таких цветов и сортов угощали своих посетителей сотрудники отдела ГИБДД «Люберецкая». Но не просто чаепитие подготовили для гостей. Главная задача этой акции в другом. Основное направление данной акции – это в первую очередь популяризация трезвого образа жизни и рассказ о том, что чай заменяет многие напитки, многие продукты. И в дороге лучше использовать чай, а не что-либо другое. Такая необычная акция в подразделениях ГИБДД Подмосковья прошла впервые. О том, что использовать чай за рулём на дальних расстояниях лучше других напитков, говорили не только сотрудники правопорядка. Среди посетителей отдела уже были те, кто пользуется этим правилом постоянно. Останавливаюсь обязательно, если чувствую, что усталость, останавливаюсь, пью чай. И, соответственно, хотя бы минут 15-20 отдохнуть. Просто закрыть глаза и подремать, если такая возможность. Полезная информация никогда не бывает лишней. Тем более, если управляешь транспортным средством. Вот так, не только за делом, но с подарками и в хорошем настроении провели свой день многие жители округа в Люберецком отделении ГИБДД. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Только за первые четыре месяца этого года в округе оказано более 100 тысяч миграционных услуг. В большинстве случаев граждане пользовались электронным порталом госуслуги. О преимуществах такого способа нам рассказали в Люберецком МВД. Выдача и замена заграника и паспорта гражданина Российской Федерации, регистрация по месту жительства и месту пребывания, снятие с регистрационного учета, выдача справки об отсутствии судимости. Эти и другие услуги сегодня можно получить через портал государственных услуг. Это уже достаточно сильно развито и достаточно много граждан обращается через портал государственных услуг. Не надо ходить ни в какие учреждения государственные. Вы приходите туда только за получением результата. Прийти за документом после нужно в многофункциональный центр. В Люберецком округе работают 9 филиалов. Срок получения услуги через электронный портал сокращается почти вдвое. Актуальная новость для сезона отпусков. Вскоре МФЦ начнут выдавать заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет. Сейчас уже и МФЦ закупают кабины. И несколько дней в неделю вот эти новые паспорта, которые вы как называете, будут выдаваться в МФЦ. Николай Карпов – активный пользователь портала госуслуги. Им же воспользовался для получения справки об отсутствии судимости. Заказывал справку на портале госуслуг, так как мне это удобно, через интернет, через личный кабинет, соответственно. А получил здесь уже вот через портал госуслуг заказывал заграничный паспорт, соответственно, получал его. Кстати, справка об отсутствии судимости нужна каждому гражданину при трудоустройстве или может быть запрошена банком при принятии решения о выдаче кредита. Справочку можно получить либо у нас, либо вы можете получить ее на портале госуслуг. На портале госуслуг эту справочку изготавливают гораздо быстрее, порядка 15 дней, хотя административным регламентом предусмотрено 30 суток. Отмечу, для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет на портале госуслуги, понадобятся паспортные данные, номер СНИЛС, мобильный телефон и блокнот, где будут храниться логин и пароль для входа на сайт. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ Получить профессию наряду с аттестатом теперь стало реально. Уже с сентября ученики восьмых классов инженерной школы номер 6 одновременно со средним общим образованием смогут изучать техническую специальность по выбору. О новых возможностях Мария Кузьмичева. Инженерная школа номер 6 и Люберецкий техникум имени Гагарина объявили о начале совместной реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» получения профессии вместе с аттестатом. Уже с сентября ученики восьмых классов инженерной школы номер 6 будут одновременно с получением среднего общего образования проходить обучение по востребованным профессиям технического профиля. Слесарь-сборщик летательных аппаратов и оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. Всего на следующий год для учащихся школы выделено 60 бюджетных мест по данным специальностям. Планируется, что дети будут осваивать профессию еженедельно, посещая занятия на базе Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. На сегодняшний день данный вуз имеет современную инфраструктуру для подготовки высококвалифицированных специалистов. По качанию обучения ребенок сможет работать по профессии. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Были на этой неделе и спортивные соревнования, а значит и победы над собой в том числе. Вот уже на протяжении трех лет спорткомитет проводит мероприятие для привлечения жителей города к здоровому образу жизни. В этот раз более 300 человек пришли сдать нормативы на весеннем фестивале ГТО. Своим бодрым настроением участники увлекли даже нашего корреспондента. Ученик школы номер 17, 3 класс, выполняет отжимания в упор и лежа на полу. Дима Щербаков представляет 17-ю школу. Он надеется, что именно она займет почетное первое место на фестивале. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы отжались? Думаю, где-то 50 с чем-то. Весенний фестиваль – это финальное испытание Кубка ГТО. Они прошли на стадионе Торпеда. Напомню, мероприятия по сдаче нормативов начались еще в январе. За весь период проведения комплекс дали порядка 11 тысяч учеников по всему городскому округу. Сегодня, как обычно, у нас все на высшем уровне. Большое количество участников. По организации, я считаю, что из 5 баллов на 5. Все сектора, судьи, все готовы к принятию норматива ГТО. Порядка 300 человек подали заявки на участие в заключительном фестивале ГТО. Помимо школьников сдать нормативы мог любой желающий. Поддержать ребят приехал и глава городского округа Владимир Ружицкий. Кто претендует на золотой знак? Молодцы! Молодцы! Я вам скажу, ничего нового нет. Вы наблюдаете. Есть такая поговорка, она уходит в древние годы, в здоровом теле. Здоровый! Конечно же! Все ребята с боевой готовностью подошли к заданиям. Им необходимо было сдать нормативы по 9 позициям. Это отжимания, пресс, рывок гири, подтягивания, прыжок в длину, наклон с гимнастической скамьи, стрельба из пневматической винтовки, метания гранаты. Помимо выполнения всех нормативов нужно пробежать еще 2 километра. Это 5 таких кругов. И одеваться нужно не так, как я. Конечно, залог хороших показателей – это не только удобная одежда, но и регулярные тренировки. Так отличную физическую подготовку продемонстрировал один из самых взрослых участников, 59-летний Владимир Шишкин. Вы довольны результатом, который сейчас показали? Ну, в общем, нормально. Это, по-моему, тянет на первую ступень. Окончательные итоги подведут на следующей неделе. 18 кубков вручат лучшим школам и сильнейшим классам. Награду достоятся также учителя физкультуры и директора школ. Взрослых участников будут оценивать отдельно. За лучшие результаты им будут присуждать золотые, серебряные или бронзовые знаки отличия ГТО. А в девятой Люберецкой школе состоялось второе ежегодное командное первенство по самбо. Ребята боролись в восьми весовых категориях. О том, как развивает этот спорт силу и характер, в нашем сюжете. Искусство защитит себя без применения оружия. Так можно сформулировать основной принцип самбо. Командное первенство в Люберцах состоялось во второй раз. Командные соревнования не отличаются особым настроем. ребят. Особым чувством плеча, чувством товарищества, такой дружеской атмосферы в команде. Самбо, наверное, дает все, что может понадобиться юноше. Самые первые шаги в самбо – это отработка правильного падения. Уже потом ребята изучают силовые приемы. Этот вид спорта – один из лучших для освоения навыков самообороны. Школьник Иван Зарюков занимается борьбой четвертый год. И самбо уже пригодилось ему на улице. У нас же там пришли какие-то хулиганы, удалили одну девочку. Пришлось защищать. Просто надо иметь желание бороться. В турнире приняли участие дети 2006-2007 годов рождения. Первенство прошло восьми весовых категориях на базе Люберецкой школы номер девять. Это наш турнир, это наш школьный турнир. Потому что в прошлом году мы вошли в программу «Самбо в школу» и на урок физкультуры. Мы этот вид борьбы со всеми школьниками изучаем. Программа «Самбо в школу» стартовала в 2014 году в рамках губернаторской премии «Наше Подмосковье». Цель проекта – привлечение детей и взрослых к спорту и борьба с вредными привычками. Александра Томи, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 13 команд со всего округа приехали в Томилино для участия в военно-патриотической игре «Зорница». Ребят ждали 13 испытаний, различные сложности, полоса препятствий, ориентирование на местности и метание гранат. Было непросто, но, как всегда, увлекательное. И цифра 13 – проявить себя к командам никак не помешала. В этом убедилась Анна Троян. Я пытаюсь в этом. Это не кадры остросюжетного боевика. Это свежее испытание «Лазертаг» – патриотической игры «Зорница». Нововведение пришлось по вкусу люберецким школьникам. В парке «Лапса» они устроили настоящее сражение. Одна команда – террористы, а вторые – контртеррористы. Террористы начинают, они ставят бомбу, а контртеррористы должны ее обезвредить. И нужно бежать так, чтобы тебя не попали, нужно заметить, где-то ваши противники. Не менее захватывающими для участников оказались и другие испытания. В лесопарковой зоне им пришлось преодолеть переправу через горный ручей, перебраться по веревкам с одного воображаемого берега на другой, пробраться по паутине для разведчиков, пролезть, не задев колокольчики. А еще юным патриотам предстояло на скорость надеть химзащиту и в необычной форме преодолеть на первый взгляд стандартное задание. Полоса препятствий здесь – это не только сложное, но и всеми любимое испытание. Только представьте, практически все этапы расположены на большом надувном батуте. Для взрослых ребят это настоящее удовольствие. И действительно, Зорница-то и славится своими интересными заданиями. Кроме обычной сборки и разборки оружия, к примеру, ребятам предстояло проявить меткость в метании гранаты, даже средневекового копья. Пострелять, как Робин Гуд, из деревянного лука. Мы не придумали, мы подняли тот пласт, который был в Советском Союзе. На каждом этапе они зарабатывают очки, выстраиваются с первой по тринадцатую команды места и потом уже идет суммирование результатов по всем этапам. В состязании участвовали 13 команд, сформированных из воспитанников военно-патриотических клубов и юно-армейских отрядов округа. По методу карусели старшеклассники поочередно прошли 13 испытаний. В этом году обладателями главного приза игры уже в третий раз стали воспитанники 56-й Красковской гимназии. Они и за пределами Люберит становились победителями и призерами. Капитаны команды, брат и сестра Евгения и Валерия, уверены, все это благодаря сплочению и регулярным тренировкам. Спорт – это жизнь. Заниматься надо всем. Тренируем, естественно, автомат, стрельбу, всякое такое. Но я сейчас, конечно, меньше, потому что 11 класс, но сестра тренирует. Я тренирую, отрабатываю в строевую. Сложно, сама учусь только. Но стимул есть, брат. За 16 лет проведения соревнования «Зарница» смогли охватить уже весь городской округ Люберцы. Военно-спортивная игра ежегодно посвящается подвигам героев Великой Отечественной войны в целях подготовки молодежи и поддержания традиций. Уделяем большое внимание военно-патриотическому воспитанию наших подростков, нашей молодежи. А ребятам им надо общаться, им надо соревноваться. Тем более у нас активно в городском округе развивается движение юной армии. В завершении соревнований ребят ожидало зрелищное шоу. Для юных патриотов десантники устроили показательное выступление. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Испытания проходили 180 ребят из 28 учебных заведений. В перспективе участники с лучшими результатами пополняют сборную округа и защищают его честь уже на областном уровне. Какие препятствия пришлось преодолеть на этот раз, расскажет Александр Томей. Товарищ полковник, участники соревнований, учащихся городского округа Люберцы для проведения летних соревнований по пожарно-прикладному спорту построены. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Эти испытания предстояло преодолеть школьникам, участникам соревнований по пожарно-прикладному спорту. Они ежегодно проходят на базе 27-й Люберецкой пожарной части. Цель мероприятия – приобщение молодежи к пожарному делу и поиск талантливых ребят. Это самые основные, самые такие виды упражнений, которые показывают ловкость, умение. Возможно, у кого-то есть талант, кто потом пополнит ряды нашей сборной команды по пожарно-прикладному спорту Люберецкого городского округа. Ну и кто-то может и свяжет профессию пожарного на всю свою жизнь. За ходом состязания следил легендарный спортсмен и тренер, мастер спорта международного класса Владислав Кипко. Отмечу, что помимо непосредственно соревнований на скорость и ловкость, школьники отрабатывали и жизни на необходимые навыки. Знаете, данный вид спорта развивает очень хорошо у детей поведение в критических ситуациях. У нас недавно были пожары в торговых центрах. Поэтому сейчас считаю, что это важно и необходимо участвовать и развивать у детей такие навыки. Соревнования посетили представители управления образованием городского округа Люберцы. Сегодня все команды не останутся без внимания. Все получат грамоты. Состязания по пожарно-прикладному спорту проводятся ежегодно уже на протяжении 20 лет при поддержке Всероссийского добровольного пожарного общества. Лучшие ребята по традиции отправятся на областной конкурс в составе сборной округа. Естественно, эта неделя была богатой на события в сфере искусства. Более ста вокалистов приняли участие в песенном фестивале «Приди и пой». На этот раз самые талантливые исполнители со всей Московской области претендовали на гран-при и прослушивание у знаменитого поэта-песенника Александра Шаганова. Кому же улыбнулась удача, видела и слышала наша съемочная группа. Ретро-песни, зарубежные отечественные шлягеры, лиричные композиции и динамичные хиты. Участникам вокального фестиваля «Приди и пой» созданы все условия для свободы творчества и самовыражения. И название у мероприятия говорит о том, что прийти и спеть на сцене может каждый желающий. Сама идея фестиваля, в общем-то, хороша тем, что он, само название «Приди и пой», то есть удаёт возможность талантливым людям, молодёжи, маленьким детям, взрослым людям прийти и попробовать свои силы в жанре песни. Выйду ночью, хоро, господи, ночь, пройдём, тихо, пойдём. Заветное желание участников прослушивания известным советским и российским поэтам-песенникам Александром Шагановым. Однажды я сказал, что запоёт люберцы, запоёт страна. Тому есть уже не единственное подтверждение в рецепт моего друга Николая Вячеславовича Росторгового. Песня – это самый демократичный вид искусства, и с сегодняшним днём нашими песнями мы, безусловно, укрепляем нашу планету. Фестиваль традиционно собирает участников со всего Подмосковья. Татьяна Строкова приехала из города Лыткарина. Она занимается вокалом уже пять лет. Фестиваль «Приди и пой» проходит при поддержке администрации городского округа Люберцы. 13-й год подряд в городском округе Люберцы проходит замечательный молодёжный открытый фестиваль эстрадного вокала «Приди и пой». Действительно, ребята, которые проходят этот фестиваль, которые получают диплом, завоёвывают места, они впоследствии приходят работать в наши музыкальные школы. По словам организаторов, главная задача фестиваля – создание площадки для творческого общения молодёжи, ведь песни, музыка, язык, понятный каждому. Александра Томей, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ Долгожданная тёплая погода пришла в столичный регион, но приближению лета рады, к сожалению, не все, и это вполне понятно. Период цветения – самое тяжёлое время для людей, страдающих аллергией. Существуют ли эффективные методы диагностики полиноза и как минимизировать сезонное обострение, выясняла Луиза Игязарян. У меня аллергия проявляется круглый год. Ну, в меньшей степени зимой и в большей степени в конце июля, в начале августа. Это уже страшный период для меня. Я вообще раньше думала, что у меня проблемы с носом, но, как оказалось, как показали анализы, что всё хорошо, только отёк идёт от аллергии. Для того, чтобы сезонное заболевание не омрачило летний отпуск, Анна Троян впервые решила обратиться к аллергологу. Что именно является причиной недуга, девушка пока не знает. В беседе с врачом она подробно описала своё состояние. Задав уточняющие вопросы, медицинский специалист пришёл к однозначному выводу – это аллергия. А для того, чтобы узнать врага в лицо, пациентке предложили сделать кожные пробы. Процедура, на самом деле, очень простая. На обработанную кожу антисептиком капаются два контроля и экстракты подозреваемых аллергенов. И если пациент аллергик, то на месте этих капнутых аллергенов, на месте повреждения кожи будут местные реакции. Есть ещё способ диагностики, когда по каким-то поводам, ну невозможно по каким-то причинам поставить кожные пробы, можно посмотреть в крови те антитела, которые отвечают за развитие аллергии, так называемые иммуноглобулины класта Е. Спустя 20 минут врач оценивает состояние кожи пациента. «Бытовые аллергены прямо вот-вот молчат. То, что цветёт в июне, в июле, тоже молчит». А то, что цветёт поздним летом, не то чтобы молчит, а даже кричит. Как оказалось, аллергию вызывают полынь и амброзия. Теперь, когда картина ясна, врач прописывает лечение. К сожалению, это не единичный случай. По статистике, в России каждый третий взрослый страдает этим недугом. А число детских аллергических заболеваний растёт из года в год. «У моей старшей дочери аллергия на шерсть домашних животных лет, наверное, с двух. А у сына младшего у нас поленос. Аллергия на цветение каждый год. Это берёза, ольха». Кстати, о берёзе. Из-за аномально жаркого мая в этом году она цветёт как никогда. Поэтому людям, страдающим аллергией, рекомендовано по возможности сидеть дома и не заниматься самолечением. На улицу следует выходить в головном уборе и защитной маске. А идеальный путь спасения – смена климата в период сведения аллергенов. По информации агентства «Инфолюберцы», в связи с нетипично жаркой для моей погоды, в Подмосковье замечено гораздо больше змей, чем обычно. Особую опасность представляют гадюки, у которых сейчас брачный период. Как же выйти невредимым в случае столкновения со змеёй, знает Александра Томей. Гадюки в этом году проснулись на месяц раньше положенного из-за аномального тепла. Сейчас их биоритмы показывают готовность к брачному периоду. Во время него змеи отличаются повышенной агрессивностью. Ситуация усугубляется тем, что зоны их обитания стали застраиваться дачными и коттеджными посёлками. Специалисты утверждают, что гадюки не нападают на людей и крупных животных, так как те не представляют для них пищевого интереса. Однако они могут укусить, защищаясь. Обезопасить себя от длительного и болезненного лечения после укуса ядовитой змеи можно собственной внимательностью. Нужно тщательно осмотреть свой дачный участок или место привала во время лесного похода. Препятствием для зубов змеи будут обычные кроссовки или резиновые сапоги и широкие джинсы. Но главное правило при встрече с гадюкой – обойти её стороной. Александра Томей, телеканал ЛРТ. И в завершении ещё об одной сезонной опасности. По данным Роспотребнадзора, более 52 тысяч человек уже обратились в медучреждение после укуса клеща. И это только за последние два месяца. С каждым днём число пострадавших растёт, поэтому мы задались вопросом, что знают люберчане о клещах и как будут действовать в случае укуса. Прямо сейчас рубрика «Свободный микрофон». Клещ – маленький и очень опасный паразит. Его невозможно увидеть в траве. Яд клеща вызывает не только онемение конечностей, но и летальный исход у человека. А давайте узнаем у либерчан, что они знают о клещах и мерах профилактики. И что они делают, если всё-таки паразит их укусил. Что вы знаете о клещах? Ой, полно этих клещей везде лазят они. Все собаки покусаны у меня этими клещами. То, что они опасны очень, переносят болезни. Но если укусит, то это плохо. Опасны, нежелательно бы, чтобы они кусали нас. В Подмосковье их очень много. Но они впиваются в кожу людей и бьют кровь. Как вы думаете, почему они опасны? Ну, вообще, во-первых, клещевой энцефалит – очень страшная болезнь. Можно остаться, особенно ребёнку, инвалидом на всю жизнь. Ну, заболевания энцефалитные бывают клещи. Инфекция, кровь попадает при укусе клеща. Они могут переносить себе болезни. Я не помню, какие там. Они опасны для жизни. Если они укусят человека, то человек может умереть от яда. Какие меры нужно предпринимать, чтобы обезопасить себя от укуса? Да никакие меры не помогут. Они всё равно кусают. Ну, наверное, вот ходить в одежде, как я в такой, и меньше по лесу гулять. Есть сейчас всякие средства для опрыскивания себя, чтобы клещи не нападали на нас. Скажите, вас когда-нибудь кусал клещ? Нет, бог миловал. Наверное, потому что я очень редко ходил в лес. Пытался укусить, и я его выдернул сразу. Пару раз кусал. Ну, как-то проблем не было. Что нужно делать, если вас укусил клещ? Нужно обратиться к врачу. Есть такой метод. Делается петелька из шёлковой нитки. Потихонечку его затягивается. И методом выкручивания потихонечку надо изулечь этого клеща, но так, чтобы головка не осталась внутри. Меня вытаскивали клеща маслом, мазали щипцы и вытаскивали. Когда один раз ногтем, один раз иголкой. Ну, потом, как обычно, поплевал, потёр, да дальше пошёл. Как показывает опрос, большинство предпринимают неправильное действие по удалению клеща. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При обнаружении паразита нужно в срочном порядке обратиться к врачу. Мария Кузьмичёва, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, таковы главные события уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. В студии была Ирина Михайлюк. На этом прощаюсь. Всем насыщенных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова